Как понять, что тобой манипулируют и как распознать манипуляции в отношениях? Это очень важная тема, потому что часто бывает так, что в отношениях, особенно в близких отношениях с человеком неглупым, ты получаешь такие манипуляции, которые, ну, на первый взгляд, не очевидны. Понятно, что бывает так, что нами пытаются манипулировать достаточно грубо. То есть это может быть какой-то блеф, шантаж или угрозы. Ну, например, делай так, как я хочу, или мы расстанемся, делай так, как я хочу, или я там тебя поколочу, или когда человек угрожает чем-то. То есть какие-то вот такие вещи, которые ты сразу понимаешь, что по отношению ко мне человек себя ведет однозначно и без сомнений враждебно. Но бывает так, что манипуляции настолько тонкие, что тебе сложно понять, что это была манипуляция, и ты просто чувствуешь, что как-то тебе не очень хорошо от общения с этим человеком. Часто люди говорят о том, что вот это, наверное, какой-то энергетический вампир, потому что я с ним пообщался, чувствую, что мне плохо. Или, скажем, это человек, который там как-то на меня какие-то наводит, там, не знаю, отрицательные вибрации. То есть логически непонятно, что произошло, я не могу ничего человеку как бы предъявить в качестве претензий по поводу того, как он по отношению ко мне себя ведет, но мне от общения с ним плохо. Так вот, в этом видео мы поговорим о том, как понять, что вами манипулируют, когда это не очевидно. Меня зовут Евгений Масеев, я психиатр и психотерапевт, и сегодня мы с вами говорим о том, как распознать манипуляции в отношениях. Если вам эта тема кажется важной, обязательно поставьте лайк под этим видео, поделитесь видео в своих соцсетях, чтобы больше людей смогли его посмотреть. И мы начинаем. Ключевой момент в том, чтобы определить, что вами манипулируют, является умение вами определять связь вашего состояния, эмоционального, какого-то, не знаю, физического, в принципе, там, уровня энергии, как угодно можете это назвать, с тем, с кем вы общаетесь. То есть, грубо говоря, когда ты общаешься с манипулятором, ты как будто бы без всяких причин начинаешь чувствовать себя не очень хорошо, некомфортно, у тебя меньше какой-то вот энергии внутренней, ты как-то чувствуешь себя, ну, не ок. При этом, если ты общаешься с каким-то другим человеком, то у тебя все как будто бы восстанавливается. То есть, если ты общаешься с человеком, тебе плохо, если ты с ним общаешься, ну, потом, после общения тебе становится плохо, или там, чуть-чуть еще позже тебе становится плохо. То есть, если твое вот это вот нехорошее состояние, общее самочувствие прямо ассоциировано с общением с каким-то человеком, значит, тобой манипулируют. Что же, собственно, вы можете чувствовать, на что нужно обращать внимание? Первое, это тревога. Дело в том, что тревога отличается от страха тем, что когда мы чего-то боимся, мы знаем, что является источником угрозы, чего нам бояться. Когда мы чувствуем тревогу, тревога не кондиционная, это означает, что мы всегда тревожимся по поводу непонятно чего, как будто бы, знаете, еще источник угрозы не появился из-за горизонта. Тревога описывается, как такое чувство неясной такой угрозы, которая надвигается. То есть, что-то тут вот-вот произойдет точно, но что непонятно. То есть, общаясь с манипулятором, вы постоянно чувствуете себя неуверенно, потому что тревожно. Вы постоянно думаете о нем после общения с ним, о том, что правильно ли вы все сказали, что он имел ввиду, когда он то-то говорил. Вы начинаете очень сильно накручивать, загоняться, как говорят. То есть, вы постоянно находитесь в тревоге и ваш такой базовый уровень тревоги, который у всех людей есть, какой-то там условный, он у вас повышается. При этом, опять же, помним, что общаясь с какими-то другими людьми, вы немножко успокаиваетесь, начинаете чувствовать себя более комфортно. Общаясь с этим человеком, либо думая о том, что вам предстоит с ним общаться, у вас тут же уровень тревоги повышается. Второй феномен, на который мы обращаем внимание, это наличие таких эмоций, как вина и стыд. Это очень похожие эмоции. Разница в том, что стыд это у нас, когда мы чувствуем по поводу себя, это что-то, где мы внутри себя как бы стыдим. А вина, как правило, связана с нарушением каких-то двусторонних договоренностей. То есть, мы виноваты перед кем-то. Так вот, когда ты общаешься с манипулятором, которого так неявно манипулируют, он постоянно на тебя так поглядывает с укаризной, но он постоянно так вот на тебя смотрит, как будто бы ты нарушаешь какие-то договоренности, только не те договоренности, о чем ты с ним договорился, а как будто бы когда-то кто-то еще до тебя вместо тебя договорился что должен себя как-то вести тебе об этом забыли сказать а потом так сказать появился ты и ты как будто бы должен себя непонятно как вести то есть как будто бы решили что правильно не перебивать взрослых правильно там скажем постоянно соглашаться правильно никогда не перечить правильно вести себя как-то вот там лояльно правильно там не знаю смеяться с глупых шуток то есть вот как будто бы есть какие-то правила о которых тебе не уведомили и из-за того что ты их не не следуешь этим правилам на тебя манипулятор смотрит так вот немножко так обвиняющий естественно что это чувство вины начинает усиливаться и потом вторично возникает чувство стыда то есть ты начинаешь стыдиться того что ты вот такой вот какой-то неправильный какой-то вот ну то есть твоя вина она как бы начинает заворачиваться внутрь ты уже не виноват перед манипулятором тебе самому себя стыдно следующий феномен это по сути такой autogazlighting то есть это когда ты начинаешь сомневаться в своем рассудке из-за того что ты постоянно общаясь с этим человеком чувствуешь эту вот какую-то тревогу чувство вины и чувство какого-то ну вот что ты какой-то вот поломанный ты начинаешь сомневаться в собственном рассудке то есть ты думаешь так что у меня есть какие-то эмоции которые во мне возникают я не могу с ними справиться я общаюсь этим человеком чувствую себя как-то не спокойно значит неустойчиво что тревога и наверное я какой-то но поломанный во мне что-то ломается что-то со мной происходит не так естественно что манипулятор этим пользуется когда он, общаясь с вами, видит вашу какую-то нерешительность, такую рассеянность, какое-то смятение, он, естественно, что, опять же, еще больше, так сказать, поглядывает на вас немножко сукаризной, что ты плох братец, скорее всего. И в такой ситуации вы чувствуете себя еще более неуверенно. Соответственно, скорее всего, те манипуляции, которые прокручивает манипулятор, вы на них ведетесь, и вы удовлетворяете его каким-то интересам. Ну и как следствие, у вас падает самооценка. Потому что, ну представьте себе, если ты, общаясь с человеком, чувствуешь себя неспокойно, тревожно, в принципе, как бы уже неуверенно, ты чувствуешь себя вот с этими переполненными негативными эмоциями, что ты какой-то виноват перед ним и непонятно, что ты какой-то такой, что ты сам себя не принимаешь, потому что стыд, это когда мы не принимаем какую-то часть себя. Если ты чувствуешь, что ты как бы, у тебя расшатаны нервы, как минимум, а как максимум ты сам за себя не отвечаешь, то в такой ситуации, естественно, ты чувствуешь себя очень не окей. Ты чувствуешь какое-то вот занижение самооценки. В такой ситуации жертва манипулятора может искать от манипулятора каких-то подтверждений своей значимости, пытаться как-то получить какое-то одобрение. Но при этом вам нужно обратить внимание, что если вы общаетесь не с манипулятором, а с какими-то другими людьми, то вот ваша самооценка начинает как бы восстанавливаться. То есть обратите внимание, что общаешься с человеком, чувствуешь себя каким-то не очень, каким-то недо. Все, что ты делаешь, не очень хорошее. Твои какие-то поведения недостаточно правильные, достижения твои не очень хорошие. Ты пытаешься получить у человека одобрение, он тебе как-то по крупицам чуть-чуть дает и тебе всегда не хватает. Постоянно ты какой-то вот как будто бы на последнем предпоследнем месте. Бросаешь это дело, ну или там предположим какой-то у вас перерыв или еще какая-то ситуация изменилась. Ты общаешься с другими людьми, ты этих людей может быть не так хорошо знаешь, но вообще у тебя самооценка тут же восстанавливается. Ты ценишь свои достижения, ценишь себя, все хорошо. Возвращаешься вот в это общение и тут же начинаешь проваливаться. Значит тобой манипулируют, но делают это не очевидно. То есть здесь всегда нужно, так сказать, искать мотив кому выгодно. Кому выгодно, что я в общении с этим человеком постоянно чувствую себя ну не очень хорошо. Если в общении с другими людьми я себя так не чувствую. Кому выгодно, что общаясь с этим человеком я не уверен и у меня такая слабая переговорная позиция, я становлюсь более податливым. Кому это может быть выгодно? Ну вот ответ очевиден. Следующий феномен, на который тут нужно обратить внимание, это если вы замечаете, что при общении с человеком на фоне всего вышеназванного у вас еще есть такое ощущение какой-то апатии, астении, ангидонии. Вот все феномены с буквами А и Ан, то есть отсутствие. У вас нету никакого настроения, у вас нету сил, у вас нет желания, у вас не появляются, знаете, какие-то вот задумки. У вас как будто бы включается такое вот торможение. Вот общаясь с каким-то человеком вы становитесь каким-то, как вот знаете, как с креста снятый, такое говорят. Это происходит потому, что вы уже в принципе привыкли к тому, что общаясь с этим человеком вы по сути делаете то, что нужно ему, то, что не нужно вам. И у вас включается такое, ну по сути, как будто бы пассивно-агрессивное поведение. То есть вы с человеком общаетесь, почему-то общаться вы с ним не можете перестать, ну потому что у вас же нету каких-то доказательств, что вами манипулируют, и что этот человек ведет себя против вас. Вы продолжаете с ним общаться, но понимаете, что это общение нужно просто перетерпеть. Сейчас меня используют по полной, сейчас возьмут все, что нужно, возьмут у меня ресурс времени, мне надо будет выслушивать этого человека, чего я не хочу, или мне нужно будет что-то делать для него. И потом просто, когда он решит, что ему хватит, он уйдет, и тогда только я смогу как бы выйти из этой вот коммуникации. То есть в такой ситуации вот это вот ощущение бессилия, эмоциональное такое какого-то отупения, какой-то вот анестезии, связано с тем, что ваши психологические защиты как будто бы они вас так вот замораживают, чтобы вы переждали время коммуникации с этим человеком. Отсюда же все эти идеи эзотерические там про энергетических вампиров там и так далее. То есть по сути просто ты находясь с человеком в контакте, учитывая, что этот контакт для тебя дезадаптивен, неэффективен и разрушителен, у тебя включается защитная такая система торможения. Ты чувствуешь себя слабым, опустошенным, таким каким-то выключенным на стендбай. Если вы понимаете, что есть в вашем окружении такой человек, общение с которым приводит к тому, что вы себя чувствуете хуже, чем без общения с ним, то очевидно, что на поверхности первое решение это перестать с ним общаться, если это возможно, или уменьшить насколько возможно общение. Потому что может быть, что это не очень близкий человек, вы с ним время-то время не общаетесь и вы так себя чувствуете. Если это какой-то близкий человек и вы понимаете, что вы не хотите или не можете перестать с ним общаться, вам нужно просто провести такое небольшое исследование по поводу себя и постараться выписать себе, понять, каких интересов вы поступаетесь, от каких интересов собственных вы отказываетесь общаться с этим человеком. То есть, собственно, в чем основной ущерб, в чем damage, так сказать. Как только вы сможете это понять, вам нужно просто всеми силами стараться не поступаться в этом чем-то важном. Предположим, это человек, который такими манипуляциями забирает ваше время, заставляя вас выслушивать его какие-то идиотские истории. Это происходит там ежедневно или там как-то периодически. Вы понимаете, что вы просто тратите очень много ресурсов и у вас портится настроение. Или там, скажем, человек постоянно у вас что-то просит, или что-то он требует, чтобы вы что-то делали, или он требует от вас какой-то лояльности, или что-то еще. И вы вот понимаете, что вот это он от меня постоянно получает, и я понимаю, что это против моих интересов. Значит, я не буду больше ему это давать или позволять ему это делать. Ну, то есть, я не буду больше уступать ему в своих интересах. И после того, как вы будете отталкиваться от защиты своих интересов, то манипулятор начнет тогда пытаться манипулировать либо более грубо, и вы сможете тогда с ним как-то более понятно объясняться, что ты посмотри, как ты себя ведешь, либо вы тогда просто защитите свои интересы и его манипуляции перестанут на вас действовать. Если вам эта тема показалась важной, видео понравилось, поставьте лайк, поделитесь этим видео в соцсетях и напишите, пожалуйста, в комментариях, сталкивались ли вы когда-нибудь с такими манипуляциями, когда вот общаешься с человеком и тебе после общения с этим человеком вроде бы как ничего плохого не происходило, но ты чувствуешь себя просто вот как будто тебя выпотрошили. Что вы в такой ситуации делали, какие ваши способы, так сказать, выхода из таких коммуникаций и разрубания таких вот манипуляций. Я буду благодарен за ваши примеры. Не забудьте подписаться на канал, кто еще не подписался, берегите себя и своих близких и до встречи в следующих выпусках.